Всем привет! Сегодня будет очередная история жизни нового персонажа. Видос сам называется Славик Незаменимый, от самого персонажа Иван Роганов. Итак, поехали! Славик Незаменимый. Это мем с парнем в красной футболке со шлемом на голове из вирусного ролика 2009 года. Парень прыгал с высоты и запомнился такими фразами, как Все, собрался? 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 Разобрался. Очко маленькое стало. Никто Славика не заменяет! Славик Незаменимый! Если б мишки были пчелами! В 2009 году Красноярское телевидение снимало репортаж про роупджампинг, прыжки с высоты на альпинистской веревке. Главным героем был Иван Роганов или Роганов, не знаю как правильно, которому нужно было совершить прыжок с крыши девятиэтажки. Для молодого человека это был первый подобный опыт, поэтому парень испытывал вполне объяснимый страх перед прыжком и всячески подбадривал себя. Эмоции Ивана были засняты на камеру, прикрепленную к его шлему. Оригинальное видео было залито на ютуб 14 мая 2009 года и на данный момент имеет более миллиона просмотров. Прыгун быстро стал популярным и получил сразу два прозвища. Летун космический и Славик Незаменимый. Хотя настоящее имя парня Иван Роганов или Роганов. На момент съемок Ивану было 22 года, он жил в Красноярске и работал автомехаником. Также есть еще одно видео с этим же персонажем, которое вышло 26 сентября 2009 года, на котором Ваня прыгнул со скалы Зуб Дракона в Красноярском крае. После этого прыжка его звали на всякие шоу и телевидение, и вот что он рассказывает в тот момент, что происходило. Дело в том, что флайнфрик собрались устанавливать рекорд Гиннеса, прыгать с веревками со скалы Зуб Дракона горного массива Ергаки. Это второй видос, на котором Ваня тот также появился и заснялся. А первое, это была тренировка перед вторым прыжком. И чтобы потренироваться, ребята прыгали в Красноярске с высотного здания. Тренировка, как видно на видео, прошла успешно, если не считать того, что под конец роуджамперов заметили блюстители правопорядка и аккуратно сопроводили в участок. Космический летун Ваня говорит, что когда приехали милиционеры, он уже поднялся после своего прыжка на крышу и веселился там с товарищами. И тут мы видим, Бобик едет, а парнишка наш прыгает. Милиционеры выходят и становится явно понятно, что они идут к нам. В общем, сопроводили в участок, взяли реквизит и отпустили. Нет же такой статьи, мы ничего не нарушали. Владимир Рукасуев, возглавляющий команду Flying Free, говорит, что Иван пришел к ним как клиент, но потом влился в команду и стал частью летающих сумасшедших. Про свою неожиданную популярность Иван Роганов узнал одним из последних. Кто выложил видео в сеть, до сих пор неизвестно. Ваня не обиделся, вот только переживает, что много нецезурных слов наговорил. А его младшая сестра это увидела. Вот что он говорит. До сих пор не понимаю, откуда во мне все это взялось. До того момента, как мне надели снаряжение, ничего вообще не было. А тут возникло паническое чувство страха, которое переворачивает сознание. И стало просто до лампочки все, что происходит где-то вокруг. А там на крыше страшно, это с моста просто оттолкнуться и улететь. А тут совсем по-другому. Откуда эти слова взялись, не понимаю. Вообще стараюсь вести себя покультурней. Ваня, когда прыгал, на нем была каска. И свой головной убор с камеры он сам смастерил. Он взял шлем от мотоцикла, штатив около 50 сантиметров на болтах, который прикрутил к шлему. И камеру. В тот день, когда Иван прыгал, должен был прыгать другой человек по имени Славик. Но так как Славик заболел, пришлось прыгать самому Ване с крыши. Сейчас Ваня окончил ПТУ и работает простым красноярским автослесарем в клубе для гонщиков. Благодаря такой работе ему постоянно приходится путешествовать по различным городам. По словам Ивана, матом он больше не ругается. Также он пытался еще раз повторить свой успех, но подобные ролики уже никого не привлекали. Ну на этом все. Вот такой был персонаж и его история жизни. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.